всем почули добро пожаловать на мой канал парфюмерии сегодня мы поговорим об аромате ботега венита ботега венита женская версия этот аромат не новый и снимаю я моно обзор для тех кто хочет приобрести этот еще уникальный классный и уже почти не бюджетный аромат ну потому что он снят с производства если вам интересно знать чем он пахнет стоит ли брать его вслепую потому что протестировать его уже мало можно где на полочках я его не нашла так что оставайтесь со мной будет интересная полезная информация как всегда на моем канале будет уже три видео про снятые ароматы с производства и вот в третьей части будет про ботегу венита информация если вам интересно знать какие еще ароматы сняты с производства а я скажу что с этого бренда прям можно слезки лить очень классные ароматы ушли и продаются остатки если вы хотите успеть посмотрите что там за парфюмы и другие бренды также распрощались с нами в двадцать третьем году очень печально но лучше знать лучше успевать ботега венита есть мужская версия еще там какие-то были фланкеры я с ними не знакома коробочка выглядит вот так вот такая коричнево-бежевая и разные у них есть оттенки и это ботега венита о де парфам ну как бы одноименный от ботега венита аромат флакончик выглядит вот так вот миленько я брала отрицаточку потому что я брала его вслепую до читала отзывы но даже представить трудно чем же он тебе будет пахнуть по описаниям потому что ну так или иначе мнение расходится но мнение всех объединяет то что это классный аромат и аромат про кожу я бы сказала даже где-то про замшу и многие кто не любит кожу я тоже не всегда ее люблю писали что прям это открытие кожаного аромата носибельная кожа кто-то говорит до кожи там вообще нет поэтому я этот аромат люблю годами носят и восхищаются и безумно счастливы звучание действительно такое дорогое в ботега венита и люксовая линейка у них классные ароматы даже в сторону такую нишевую хороший дорогой люкс я приобрела 30 очку и начала носить первое распыление было такое о хорошо что 30 очка может быть не стоило брать я специально ходил по магазинам чтобы посмотреть если на полочках я нашла другие ботеги но не вот этот вот аромат аромат сравнивают с грязь dior я грязь dior уже несколько раз тестировала то есть много наверное раз десять за все это время потому что это очень популярный аромат для меня он больше такой холодный там тоже есть кожа как я понимаю раз сравнивают с ботегой но я ее там тоже не слышу там какая-то такая холодная но тоже цветочная кожа он не знаю и летом и зимой тестировала его я его как-то не слышу что полилась что не полилась для меня это какой-то молекулярный аромат ботега венита я бы не сказала что он похож для меня с грязь dior для меня он очень пудровый очень такой припыленный тут прям какой-то запах пыли что ли даже идет но вот за счет пачуль пачули иногда выдают парфюмерии такую какую-то пыльно классную ноту аромат минимально сладкий кожа здесь как я уже сказала такая замша больше вот даже похоже на вот эту ленточку какая-то такая нежная очень пышная припудренная здесь даже иногда слышится какие-то такие косметические пудровые ноты иногда такое ощущение что какие-то крахмальные сладкие ноты такие крусе хрустящие такой тальк крахмал очень такой залипательный аромат стойкий я наносила трепшика и концу дня когда уже снимала кофту шарфик шлейф был конечно от него очень приятный очень хороший он довольно таки спокойный и тихий здесь у нас жасмин но жасмин как таковой жасмин я не слышу я слышу цветочные ноты и они такие вот приятные очень нежный такой кокон обволакивающий воздушный его очень приятно носить он релаксные его можно перед сном наносить его можно на улицу выгуливать и говорили что получают на него комплименты да вот в шлейфе он вот прям такой какой-то родной он такой какой-то нежный он так будет доноситься и людей привлекает все равно внимание хотя он не бомбическо яркий вот в нем есть такая вот слаженность кожи цветов очень он такой залипашка новое слово ну точнее не такое новое давно его применяю вот он действительно залипательный аромат и он такой притягивает к себе его хочется вдыхать он не супер играет он не супер какой-то такой таинственный поначалу как-то распылила думаю нет а потом он как-то уселся на коже раскрылся и мне он нравится и думаю что же мне он напоминает а запах такой знакомый и не могла вспомнить что это может быть за парфюм и потом уже там через день до меня дошло что мне так напоминает почему он мне так понравился и напоминает он мне ну тут непонятно у меня такой отливаете герлен мадемуазель и думаю они это что в мадемуазель разве есть мох кстати в ботеге есть дубовый мох и думаю тут есть разве пачули или мох а что здесь есть кожа тоже здесь не поняла что здесь есть кожа но здесь больше как-то ириса зефирки тоже такая воздушность пышность в аромате пудровость и посмотрела пирамиду здесь действительно есть кожа кожа по моему и пачули и видимо вот кожа пачули дубовый мох они как в современной версии заменяются и очень очень мне напоминает характер здесь более цветочный более сладкий более такой какой-то может быть девочковый здесь ну не скажу что это унисекс хотя если бы это было бы нишевая парфюмерия вполне себе его бы назвали унисекс не знаю как пахнет мужской аромат но это прям очень нежно это прям максимальная няшность нежность во флаконе им хочется поливаться я вот как его распаковала я вот прям каждый день его наношу это как у меня после душа после ванны какой-то такой уход слой дополнительно выгуливаю его на улицу могу свободно комбинировать с другими ароматами потому что он относительно нейтральный и не помешает но вот эта специфическая такая вот пудровость замшивость она остается даже если я распыляю на себя в комнате то прихожу потом и эта комната вот так вот пахнет узнаю его моментально этот аромат очень узнаваемый и если вы его знаете то его услышав и сразу скажете что это он говорят что в шлейфе гриз диор также пахнет и люди говорят а это что ты носишь боттега говорят нет гриз диор ну и в принципе все сошлись во мнении что гриз диор это прям очень очень похоже для меня нет я не нашла сходства сколько носила гриз диор ни одной и тоже еще наткнулась недавно на армане привы кир америста америто или как-то там он называется такой темно-черно-сиреневый флакон и там тоже есть кожа пачули и вот там прям сравнивают с боттега и прям на первом месте что это прям боттега боттега не знаю тот аромат я не тестировала там фиалка уже другой цветок и видимо вот эта кожа у них у всех похоже обыграна с какими-то минимальными нюансами однозначно цена ну так средняя уже идет однозначно он очень звучит дорого богата достойно я прям рада что он у меня отрабатывает те деньги которые я потратила вслепую очень переживала но я прям именно дышаться не могу это прям очень вкусно это прям очень достойно посмотрите может быть маленький размер еще вы захотите приобрести как вы относитесь к этому аромату может быть любите дублируйте его и уже цены быстро-быстро растут раскупает его моментально боттега венета о де парфам женская версия всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать другие обзоры спасибо всем за лайки пока пока